друзья давайте-ка мы будем возвращаться к нашей игре и пока самолет летит как обещал буду с вами и евгением рассуждать о высоком а значит стойки лухи высокий я его стрелял составе кинокал гранату прокидывал вузовка статан который эти скинул жень и который сейчас буду показывать собственно нашим уважаемым зрителям а ю ради for z я начал обсуждение собственно с команды авангар так и у поинтов 176 placement 580 парни мало убивает причем смотри основная стрельба идет с аэрок 1353 урона 778 демиджа со снайперок от юзана много самоков достаточно 15 но демиджа с гранат 94 что такое 94 урона за 4 игры это совсем совсем до цифра это скромная уж тут гадалки не ходи как альтернатива даже тела не нокнули так так о том и речь и схожая статистика например по гранатам да она у команды нато свинцера пожалуйста здесь 78 урона и это тоже цифра не серьезная то есть команды мало работают над таким достаточно эффективным оружием как хаешка и есть команды которые вообще как винт сайт например урона гранатами не наносят там такой круг борис оля-ля-ля-ля-ля давайте посмотрим на руку на юник действительно нормалин но заканчиво просто статистика есть команда которая мне в этом плане очень сильно удивляет команда форзе и я хочу чтобы вы сейчас друзья все обратили внимание на их статистику это 476 урона с гранат 476 это почти в пять раз больше чем это делает нави или авг смоков и тоже очень много проездили и кстати заметь со снайперов вообще мало стреляют по фада в разы меньше то есть на то количество урона кушат пушат на лицо заходят именно до закидывает гранатами про прокладывать себе путь до кимпов с помощью смоков и просто расстреливают не нужны снайперки этим этим ребятам совсем не нужны и статистика действительно вот заставляет задуматься то есть статистика это та штука которая не врет примерно как я не вру когда говорю что снупик убивают дроне транспортера а я напомню вам что форта команды которая занимала четвертую строчку а команда нави была на двенадцатом месте а в г в общем зачете на одиннадцатом ну то есть я думаю что статистика как раз таки многословно в этом плане возьмем команду random friends random friends они заняли по итогам прошлых игр первое место что у них с гранат 226 демиджи со снайперок 1600 на 100 урона на 200 больше дать очень меньше чем с аверк посмотри они просто дерутся на дистанцию макси зор отлично дает шокики со скопы вот в прошлом же матче ты тоже это видел это факт а на втором месте например юник и что касается парней из юник то ситуация там схожая в еще больший перевес посмотри снайперские винтовки но здесь разумеется считаются дмр к данный нужно помнить то есть скс с лар это все считается именно туда в дм в снайперские винтовки 3 649 в два раза больше чем арки и с гранат 476 демиджи на уровне с между прочим фарзами слушай а вот в снайпер райфлс идет учет дмр да 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 жень я же тебе об этом игры что скс и слр точно там но это снайперская винтовка пусть и автоматическая но снайперская то есть посмотри насколько сильно ну да насколько сильно идет перекос в эту сторону и эти цифры они на самом деле заставляют задуматься на тему применение различного оружия на различных патчах то есть этот патч явно заставляет дмр к юзать так смотри боре люди мы нет миник люди мы нет с кс сейчас у нас чем мутант появился но мутант это арка арка да да но по факту это дмр конечно потому что там тоже нет сомнительского режима стрельбы нет это очень хорошая пушка по факту очень хорошая пушка пушка на семерках точнее у нее скорость полета пули как у всех штурмовок на пятерку м415 м16 реле вообще точно также пуля может быть чуть чуть быстрее падает пулька по параболе а ты не считаешь это большим скорость точно такая же но если пулька по параболе падает ну да тут есть минус в плане привыкания понимаешь самое главное что пуля быстро летела чтобы можно было без проблем стрелять по противнику которые двигаются причем неважно как двигается скорость полета пули это конечно смотри что происходит в круге садовник уже сидит садовнику едет едет резал да и все это первой фазе за 39 секунды на до начала собственно движения этой самой фазы тут вообще злость какая-то нереальная на самом деле резал похоже садовник услышал и уезжает садовник здесь мне кажется зря так сыграл сейфово что ли он должен был понимать немом не может на таком тайминге сюда приехать команда если она приедет на будет в одних штанах на мотоцикл увидел резал и убежал вегов винсайды посмотри все рвутся в этот круг безумно рвутся с абсолютно не самыми лучшими девайсами это шок ну круг действительно очень неожиданный для всех команд даже для юник которые лутаются с новку но времени на утром по сути не дали и заставили занимать кемпы вот эти вот у дороги поскольку святая истина кем свободен туда заехали да это правильно прочеркать очень легко в фпп режиме занят кемп или нет поскольку нужно постоянно показать свое лицо чтобы чекнуть вообще на улице происходит о них забирает сну по так причем я понимаю уступает сну пику руль и нежно берет сну по за талию и они укатывают вдаль ох там фарзан то будет как классно не все еще лутаются там северки тронадо energy battle поехали ну хочется знаешь вспомнить одну известную фразу из чата рулетки и доты это гг и ощущение такое что фарзан будет нереально сложно navi уже кстати плавают на лодочке на скутере судя по тому как не там резво двигаются это так и есть шейт с молодым высаживаются а фишка то скутера в чем это за знаете как задача в школе была есть одна лодка нужно перевести овцу капусту там и кого-то там еще уж не помню и батулина и батулина и проблема в том что бензина не хватает доехать туда обратно и снова туда просто не хватает и что с этим делать непонятно все дроп или батулина горят ну там и заправляться на обратном пути придется или надо без шифта плыть по моему что и старается делать молодой до шеет в зоне садовник садовник стать очень далеко от остальных сил нами я не знаю как они будут встречаться возможно не как это встречаться найти тачку проехать в принципе но как мы с тобой видим да по еще можно проехать но вот сейчас приедут кубифаер и нужно куда-то встать кубифаер пока едут по мосту который вообще никем не закрывается что логично ну и парни в круге в компетив играх мост очень редко кто закрывает потому что закрыть тех кто закрывает мост тоже очень легко ну разве что на мост зона не сходится вот если мост становится центром круга там уже многие команды задумываются вот кто их на правом мосту был и с правого моста решил уехать а теперь это сейчас до Зеронг вырубает Оранжа в голову с коряка И Оранж уехал, но не туда, куда собирался А еще и эйрдроп падает здесь под оранжевых Им везет Настрел по лодке от Huge Potential Но пятерок маловато, мы видим Затар слабенький И ребята принимают решение просто-напросто отступить Френды там плывут четвером Очень долго плывут Сзади них, кстати, кто там у нас плывет? Четыре чела в лодочке Это 16-я команда, это парни из Free Agents Ну и, собственно, вокруг они медленно, наверное, ползают Кстати, о статистике, друзья Те цифры, которые нам предоставили ребята из УСАИ Вы можете и о себе узнать С чего вы стреляете хорошо, с чего плохо Я вот, например, посмотрел, что я со Sky стреляю лучше, чем с Mini, но хуже, чем с SLR Вся эта статистика доступна Просто нужно зайти на сайт госу.и и В свой Steam аккаунт подключить Статистики о себе сразу узнаете очень много и очень занимательны Я вам в статистике доверяю Кто ты? Зачем ты? Куда ты? Куда ты? Да Почему ты? Вот почему АВГ вчетвером? Ладно, втроем в одной машине Это, конечно, вопрос, почему серьезный Десантура на горе Тут же начинает настреливать Так, это садовник Сминьки Сминьки без прицела Сильно Садовник Не надо так Лучше не поделись Ой, круг еще более смешной Больше воды Слушай, но Явно не Явно, да, на это не жалуется ряд команд Которые находятся уже в самом центре круга У АВГ могут быть проблемы С одной стороны QBF С другой стороны там садовник Пусть и без прицела Но все равно невероятно опасный Это очень сложный будет круг Для большинства команд Он будет очень смертным Если С повышенной смертностью он будет Так правильный выразится М19 еще за кругом Форза за кругом Рандом Фрэнс Тоже за кругом Тут уж проще сказать Кто в круге есть Чем Перечислить всех Кто еще не в нем Нави Лишь садовника имеют В белой зоне Сложно Очень Да А места-то посмотри Уже практически нет Буквально вот Три кемпа снизу И слева один кемп И все Одеваться больше некуда Пытаться как-то Захайдиться в сосновке В танкерах В гаражах На складе Управительная затея А мы помним Помним, что четвертый круг Уйдет от воды По настройкам круга Это нужно помнить Это очень важно Молодой Кстати, могут быть проблемы Молодой На, вырубает его Змоки Тут сложно проехать Действительно Контролят Винсари Причем очень хорошо Контролят Может сейчас АВГ еще Начнут Пострелушечки Свои Но нет АВГ Чилят на Холмике Но без Кэпа поехали Проехали Нави Своей жизни Молодого Команды Которые сейчас Активно Пробиваются К краю круга Со стороны воды Они должны Вот эту настройку Четвертого круга Помнить Из-за этого могут быть Проблемы Снуп убивает Вандера Он хотел проехать Вандер Хотел проехать Я понимаю В зону Но Нельзя Остановочка Теперь можно будет Сесть в Уазик И на этом самом Уазике Укатиться Команде Random Friends Пытается Отместить Команде Винсайт Зетап Получил два шота Но Тем не менее Проезжает в зону Так М19 Заехали В круг А форзы Все еще На континенте Они даже Не собираются С материка Плыть сюда На остров Ну Видимо Ждут Пока С края Зоны Все уйдут Чтобы спокойно Заехать В принципе У них Это получится Как мы с тобой Видим Да Здесь Сликер Может не Проехать Там Ох Как же Сликера Здесь задушили Но Есть ног По Батулину Закрыть Собственным Телом Как же Как же Они его Защищают Ох Какие Ой А вот Между двух И пролетело Толкались Закрывая Батулина Своим телом Шейд Садовником И Пропустили Пулю Такие дела И такое Бывает Мда Френды Заезжают В круг Точно так же Как ЕМ-19 Заезжали Правая часть Карты Правая часть Круга Зампл Приехал Все контролит Но Слышать его Вега не могла Здесь Киткаты Могут Лишь машину Заметить Самого Экзампла Скорее всего Из-за листвы Не видно Экзампл Сейчас в бутик Может попасть Да Там Салин С Зерунгом Начинают Настреливать Неприятненько Восьмерку Экзампла Поэтому Шот Уже Он Один По сайлансу Дал Да Машины Его лишили Но В целом Густая Трава Она Его серьезно Дефит Густая Листва Дайсера Пытаются Нокнуть В правой части Карты Но Дайсер Приехал К своим товарищам Обратно Видимо Чисто съездил Разведал Что как Происходит В сосновке В сосновке У нас Две Команды Команды Торнадо Энерджи Шторм И напомни мне Борис Сверху Кто у нас сидит Лези И компания Это бывшие Файфракс Лези Кстати Подняли Ух А вот это Подожди Подожди А Третья фаза Стойте Стойте Остановитесь Третья фаза Не четвертая Совсем Минута 16 Третья фаза Будет двигаться С водой В 50% Чем-то Запахло Запахло Смертью Кстати Запахло 30 лайф После этого Круга Места Уже Нет Пытаются Придумать Какие-то Ротации Кубифайр Форзе Винсайды Там уже Садятся Винсайды Там решили Вообще Компот Поплыл Даже Не то что Поехал Нави Тоже Все Все Поехали Авгей Пешком бегут Трикрэнс Там Себя Задавил На радостях Но Экзампл Будет сложновато Здесь разыграть Штормы Сверху Втроем Пытаются Дать Минус Экзампл Подстреливает Подстреливает Дайсера Ой Слушай Нормально Накидал Мэлмон Кстати Избавился От садовника На краю Круга Серьезная Заруба Нави Приехали Приехали И очень больно Шейд Душейд Живет Чего не скажешь О парнях Из The Swarm К экзамплу Приехало Просто Четыре Человека Минус Шейд Минус Нави Топ 14 Для Натус Винсера Топ 15 Да Прошу Прощения Это Не лучшее Достижение Но Ситуация Критическая Юник Смогли Отбить У Веги Один Домик Заняли Его Раскидали Смок И Будут Сидеть Я не думаю Что парни Рискнут Двигаться Особенно С учетом Того Что Следующий Круг Должен Уходить От воды По Настройкам Угол И Вырубает Вырубает Бульдога Еще и Да Есть Бульдог Умудряется Из этого Дома Минус Боевая Единица У Веги Но Молодец Стоит Отметить Любимая Минька А Доузи Одно Из Его Любимых Оружий В этой Игре Да Почти Тысяча Метров Секунду Пулька Летит У Минька Стрелять Очень Приятно Особенно По Чувачкам Которые Двигаются Прям Вообще Упреждение Чуть Надо Добрать На Средней Дистанции Там У нас Френды Поджимаются К М19 А у Них Замес Кубифайр Да В М19 Кубифайр Вообще Тусят Интересненько Пицца Собралась Такая У Нас Из М19 Лет Плеера Будет Очень Больно У Нас Драка В Центре Круга Идет Там У Дэнерджи Шторм Удалили Так Тоже Случается Ага Костик Увидел Увидел Парней Из Random Friends Максизор С корячком А Максизора С другой Стороны Душит А Костик Мокает А Костик Пытается Доесть Оп И Костик Максизора Доедает Проигрывает Дуэль Дуэль Нормально Нормально Сид Сид Сел На Мотик И Уехал Просто Уехал Обновление Круга Вот Ушел Круг У нас От платы В итоге Unique Не меняется Позицию АВГ В круге Баттл Тонар Тоже В круге Ну и Здесь Сам Центр Киткаты Напрягают АВГ Из Очень Качественных Позиций Здесь Им Никто Не Может Помешать Неприятности У Снупика Может Кто-то Крышница Что-нибудь Придумают Гринхог Там Дал В голову Мешику Коричка Почти В ближнем Бое Воюют У нас Золтерса Гринхог Охахи Против Фарзов Так Тут Костантин Отчаянно Садится в тачку Пытается уехать Костя Но ты же понимаешь Что это Дорога в рай Ну Да Какой рай Вообще В лим Костя На крыше Фарзов Здорово Посуны Погнали Почти Играть Посмотри Посмотри Там сейчас Машина Еще может Сбить Гринхолка Нет Другая дача Гринхолка Защищает А так Было бы конечно Любопытно Если бы Костик Сбил человека После собственной смерти А доузи Вырубает Дженни Бонса У нас Опять Со своим Бывшим Тиммейтом Дерутся Юник А АВГ Это пушит С горы Ой Сейчас Может быть Стендину Неприятно Над ним Сразу Два Игрока Это Жан И Диез Догадывается Леон Об этом Догадывается Леон Об этом Сейчас Его Просто Будут Здесь Убивать Пытается Сбежать Очень Рисковое Обрегает Но Вроде Как Да Вроде Как Ушел Но АВГ Это Могут Спуститься Особенно Если Заставят Это Делать Круг А Винсад Все Еще Плывут Кстати Жан Тоже Вы Понимаешь Тоже Вы Жар Зами Дальца Поднять Фарзы Топ 12 Не Сумели К сожалению Пройти Сложная Ситуация Здесь Будет И У Парней Из Huge Potential Как Как там Живет Бестолоч Скиби Файер Я не Понимаю Он Просто Гарри Поттер Мальчик Который Выжил Сиды Добрали Как То Вот Живет В принципе Пережил Уже Один Плейсмент Но На топ 11 Все равно Мало Пойнтов Дают Очень Надо Топ 5 Топ 6 Хотел Выбирать Стараться Тут Пап Такая Игра И Турнир Пороется Такой Схеме Что Ты Можешь Просто Заходить Постоянно Там В топ 2 Топ 3 Топ 4 Топ 5 А потом Выиграть Турнир Как бы Оно Так Решает Можно Вообще Топ Один Никуда Не Брать Ну Бестолок Ну Уже Нормально Стреляют И Угол Создали Приятный Должны Должны Бестолочь Убивать А Снупика Тоже Заметили Снупик Минус Бестолочь Пережил Еще Один Плейсмент Френды Заняли У нас Одиннадца Место Обновление Круга Буквально Через 10 Секунд Борь Так и Есть Ну И Конечно Шансов На то Что Круг Поможет Как-то Бестолочь Выжить Практически Нет Да У него Еще 5 Аптек Сейчас Начнет Жрать Уже Конкретно Вот Она Пятая Фаза Включилась Бестолочь Бестолочь Просто Нет Это Ты зря Дружок Бинтуешься Бинт Тебя Здесь Не Спасет Четыре Жар Аптеки Есть Почему Странное Решение А круг Шоп Да Круг Захардшифтился От АВГ От Юник От Веги Для Остальных Ж В принципе Нормальный Играем Играбельный Круг Киткаты Вообще В полном Кайфе Сидят В кемпе Которые Все еще В кругу И Могут Никого Не Подпустить При этом Наделав Много Фрагов Кайф Не для всех Как ты верно Отметил Кайф В общем Ждем Мне вот интересно Что будет Бестолочь Предпринимать У него Последняя аптека Вот он И сейчас Воткнет А что Потом Мне кажется Потом Это смерть Так Встал Фулбущенный Бежит В зону Так Поехали Huge potential Приэдженс На него Не смотрит Дошел Тестолочь Ложись Ложись Родники Тебе Не надо Бегать Ты почти В круге Круг с этой стороны Будет идти Медленно Жан Подошел К аирдропу Заглянул Внутрь Оттуда Достал Грозу Оляля Там у нас Там у нас Слева Торнадо Энерджи батл Закусились Свинсайдами На берегу Мелман В ноги Таба Подняли Мелмана Тоже Пытаются Сжечь Винсайды Соперника Не пустить Его В круг Молтов Конечно Интереснее Было Быть На другой Угол Ведь С того Гугла Заходили Килл Килфит Просто Полетел Юников Убивают Тоже Хотят Убивать Остались Против АВГ Размокали В ответочку Диеза Хоббита Остался Один Мумич Далеко Мы помним Что он Уже Перешел Дорогу Значит Не будет Такового Спасения Садин Пытается Смс Поднять Они Будут Заходить В круг Есть Там Еще Ресурсы На Драку Винсайды 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 Теряют Одного Игрока Вега Топ 9 Топ 10 Топ 10 Топ Топ Я Это Видел Топ 9 Топ 9 У Нас Дай Довел Свою Команду До Девятого Места Неплохо Получается Три Четыре Плейсмента Пережил Что-то В этом Районе Компот Прослежит Пропускает Мэлмана В круг Будет Втыкать Там Себе Аптеку Но Честно Говоря Эта Зона Душит Серьезно Мэлман Получил Шот И Нокнулся От Круга Работают Семерками Очень больно И СКС К Там И Мутант Плейвизми Опять Падает На этот раз Huge Potential По ним Сработали Залег Стендин Плейвизми Уже Не спасти Василия Потеряли Винсайды Также Останавливаются Компот Гибнет За Кругом Плейвизми Гибнет За Кругом Мумино Новый Кружечек Интересный Да Да Не Мумино Лежит Но Были Дымы По крайней Мере Вот эти Два Он отдал Хаешка Уже Висит На Поясе Быть Может Дымов Не Осталось Янг Санни Вырубает Горин Холком И Как Заходить В круг Они Ясно Мумичи Точно Мумичи Точно Никак Круг Не Заходить Тут Дет Энивей Пробежать Невозможно Открыть Умино Пытается Нокнуть МС Мумино МС Спалил Позицию Сейчас Попробует Стендин Взорвать Жанна Почти Почти Граната Взлетела МС Застрелил Да Стоп 7 АВГ Юник Все еще Борется Справа Правда От них Торнадо Энерджи Сейчас Шумят Торнадо Привлекают Все Внимание И Как же Киткаты Здесь Пытаются Юников Развалить Очень Неприятно Очень Больно Ток В итоге Доехал До Лобби Сразу Снедина Вырубает Сайленс МС Живет Но Жизни Там Нет С Пулика Работает Лези Просто Глушит Фрагов Пулемет Сх6 Держу В курсе Ну И Получится Ли У МС Какой-то Плейсмент Выиграть Под Свою Команду Очень Сомнительно Контролят Его Там От Души Как Говорится И Следующая Аптека Он Воткнет А Вот Через Пытаться Все равно Пережить Можно Зона Отходит Она же Бьет Сильнее Чем Дальше Ты Находишь Сами Ну Да Пока Еще Можно Успеть Правда Аптека В любом Суча Последние И Как Мы Видим Плейсмент Это МС Не Добавит Пытается Даже Бинтоваться Но Это Все Уже Не Работает А Сайленс До Последнего Контролит Эту Сторону Так что У МС Шансов От зоны Топ Шесть Юник Тоже Неплохо Вот Я говорю Топ Шесть Топ Заходить Нормально Там Уже Идут Приятные Поинты Для того Чтобы Можно Было Как-то Существовать В Ветхие Сетки Обновление Круга Буквально Через Несколько Секунд И Центрируемся По Сону Ну Почти Сам Сей Проблема Его Просто Уничтожают Со всех Сторон Экс Вайфракс Вези Понес Ему Гранату И Эдграната Убила Нагрев Хешку Вези Чуть За Эту Жизнь Не Поплатился Слишком Желание Убить Было Сильнее Чувство Самосохранения Эпил Из команды Хюш Потеншал Все Еще Лежит Круги Стоит Отметить Неплохо Настрелял 5 Килов А вот Его Его Убивает Ну по идее Для 5 Фракса Должна Быть Хорошая Игра У них Есть Шансы Зацепиться Но И Сидящие Фри Эйдженс В зоне Четвером Имеют Возможность Зацепиться 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 Да тут Все Вчетвером Насколько Мы Видим Все Три Команды Остались Четвером По Зеронгу Вообще Идет Люд И Хейт Лейзи Проезжает На Уазике Поближе В кружочек Там Еще Серкл Сейчас Поедет Хорошо Думят Питкаты Но Фри Эдженс Позиция Отличная Да Дыма Действительно Много Раскидали Китаты Сколько Шесть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь День Одиннадцать Дымов На статистику Они работают Сайландзу Правда Очень больно Мы тут Посмотрели Вы там Госуаи Зайдете Ну Сейчас Мы вам Замутим Стату Нормально Накидали Стратежно Причем Накидали Нормально Не Еще Живут Смотри В принципе Проблем никаких Нет Тут Уже Подтянулись У нас Восьмая Команда Стреляют По Напомни Мне У меня Восьмая Команда Стреляют По Седьмые Это Сайландзерон Это Это Киткат Это А 16-е Это Парни Из Free Agents Free Agents Все Пал И вот, как вы видите, он почти в круге, но вот сбоку на него появляется угол у X5-Frax. И Янг Сани за малым просто везет, и он не умирает. 2-2 красиво, конечно, сплетанулись. Большие молодцы. Лэйзи, Шаркис, Призал и Серкл. Крока начинает обстрел, отдает позицию. Сейчас от Серкла очень многое зависит. Он пытается бежать туда, в сторону позиции Сасан. Видит, видит Саса. Отличная стрельба. Тут же доедает. Гранатка в ту сторону. Рокула Дилдо. Запузим сейчас... Крокодила с большим Чичундром. Ризл уже прям над Крокодилдочем. Серкл тоже выходит, не торопится. Минус Крокодилда. Лэйзи нохнули. Макеткаты вряд ли смогут как-то получить от этого дивиденда. Слишком плохая позиция. Да, у Шаркиса тоже все плохо, но у Янгсан не бит. Их хилиться ему нужно. Зеронга там душит круг. Ему приходится переместиться бегом к камню. Каски у него нет. Ой, Шаркис, Шаркис подставился. Это было очень плохим решением. И слушай, уже все не так однозначно. Ведь Ризл там тоже буквально у круга. Но у Янгсан не, судя по всему, закончился хил. Нет, не закончился. Одна аптека была. Воткнул ее все-таки. Серкл. Серкл получает в голову. Ризл лоу хп. Ризл на лоу хп. Пытается отхилиться за своим мега топким деревом. За этой сосной. Что это, я не понимаю. Очень сложно. Очень сложно. Там дыма все-таки накрыли чуть-чуть. Ризл, если сейчас киткат продвинуться к уазику. Дереву они смогут обеспечить себе обидность. Ай, как плохо пострелял Янгсан. Погибает Янгсан и следует за ним Зерон. Хотя идея была классная подойти к машине. Но осуществить они эту самую идею, реализовать ее просто-напросто не успели. Да. Но как же неплохо постреляли. Надо это признать. X5 Frax. Сделали они 11 убийц. Заняли первое место. Уверенно. Ну и киткаты тоже молодцы. Схожая ситуация с ИВГ и с прошлой карты. То есть сидели практически все время в центре круга. И в итоге 4 килла. И плейсмент тоже уверенный. Второй. Ну 4 килла это немного. На третьем месте тоже у нас 4 киллечка ребята оформили. А на четвертом месте это у нас... Напомню, пожалуйста. На четвертом месте Золтас Гринхоук. Ух, это парни из Huge Potential, по-моему. Да, Apple из Huge Potential. Точно узнаю этого мужчину. Без иконы. Вот они нормально накеляли. 9 киллов на четвертой позиции. Очень даже неплохо. Большие молодцы. Транадо Energy Battle. Тоже 4 киллечка оформили. В топ-5. Юники, к сожалению, заняли топ-6. Но там ничего не поделать. Такая же ситуация была, как и ВГ. Просто пройти было некуда. И никакого бы количества дымов не хватило, чтобы проделать себе тропиночку, так сказать, в сейв. И, собственно, вот так у нас вышел этот матч с неожиданным кругом в Сосновку. Да, матч получился очень бодрый. Стоит это отметить. И... Воды много было, правда, все равно. Много воды. Так много воды, это шок. Но на четвертый круг действительно, круг сместился так, что воды было супер-минимум. Как и место для обитания игроков, знаешь ли. Да, да, да. Все равно действительно мало места было. Уже тогда и очень быстро игра происходила. Постоянно кто-то ноклса, кого-то убивали. Какого-то подпушивал. Даже начиная с early game, там вообще какая-то жесть была с переездами садовника тоже. Непонятными. Мило, мило. Но, опять же, это был Ирангель. У нас на Мирамаре с водой бывают редко круги. Да, у нас вообще... Там похуже бывает. На Мирамаре похуже бывает. Слева эти скалы непроходимые. А вот давай посмотрим, что будет на Мирамаре. Впереди, друзья, как раз-таки именно они, два Мирамара. Я вам рекомендую никуда не уходить. Впереди все самое интересное. Мирамары расставятся на свои места. И как раз-таки все позиции по плейсменту и альфа, и браво дивизион, они решаются после, собственно, четырех сыгранных игр, а не двух. Я напоминаю вам, что в каждой неделе две... нет, четыре лучшие команды из альфа... из браво, точнее, поднимаются в альфу, а четыре худшие команды из альфа падают вниз в браво дивизион. А по количеству поинтов там очень сильно различается история. Но, опять же, это все будет когда правильно. После еще двух сыгранных карт, двух Мирамаров. С вами Старски и Айлей. Мы вернемся к вам как раз-таки с теми самыми упомянутыми раундами на теплой пустынной карте. Не уходите, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok